Стерлитомак.ру Всем привет! В эфире Стерлитомакского телевидения Музон. Каждую неделю мы рассказываем вам о самых интересных и ярких музыкальных событиях Стерлитомака, Уфы и Юга Республики. Далее в выпуске. Несколько раз облетели земной шар и, наконец, добрались до Стерлитомака. На сцене ГДК о необъятной душе русского народа рассказали Надежда Катышева и ансамбль «Золотое кольцо». Солистом в нем, кстати, выступает наш земляк. Мы счастливы, что ваш земляк Андрей Разин, солист театра «Золотое кольцо», то есть как бы уже облетал с нами кучу стран, то есть вот поэтому, то есть вот спасибо огромное, низкий поклон, что действительно таких ярких, то есть вот дарований, то есть вот дарите стране, то есть как бы мы пользуемся, потому что действительно шикарный, яркий парень. Чили, Корни и Мураками на главной площади Стерлитомакского ГДК исполнили всем знакомые хиты и подарили горожанам непередаваемые впечатления. Фольклорные мотивы, завораживающее костюмированное шоу. Все это Надежда Катышева и ансамбль «Золотое кольцо». Частичка русской души, которую знают во всем мире. Так отзываются о коллективе. Более 30 лет на сцене, а популярность не угасает. Это еще раз доказал полный зал Стерлитомакского ГДК. Заслуженная артистка России у нас впервые, поэтому встречали долгожданную гостью восторгом и овациями. Стерлитомак оставил у музыкантов приятные впечатления уже на въезде в город. Александр Костюк, супруг Надежды Катышевой и руководитель ансамбля, отметил, что город оказался больше, чем ожидалось. А вообще к небольшим городам нашей Родины у музыкантов особое отношение. Лучше всего выступать в российских глубинках, там, где народ знает, любит наши традиции, знает, любит Надежду Катышеву. Ну, понятно, что далеко за рубежом тоже, как будто те, кто знает русский язык. Народ всегда любил, наше творчество будет любить, потому что мы преданы и родине, и отчизне, и народу, потому что мы новые песни создаем, создаем новые программы, создаем новые костюмы. И поэтому, ну, действительно, мы не поем песен зарубежного происхождения, и поэтому, конечно, мы всегда ждем с нетерпением таких вот концертов. Полная программа выступления в туре состоит из 14 номеров. Каждый из них отрабатывается отдельно. Затем от начала и до конца на сцене прогоняется вся программа. О работе коллектива в период гастролей со съемочной группой «Узона» поделился солист ансамбля, стерлитомаковец Андрей Разин. В коллектив он попал в марте этого года, а начинал свой творческий путь сначала в детском народном коллективе «Шават», а позже в студенческие годы солировал в Акбузате. Опыт и талант Андрея оценили в известнейшем на весь мир народном ансамбле. Мне позвонил мой товарищ, он когда-то работал там и предложил прийти на кастинг своеобразный, проверку. Я пришел, показал свои возможности, показал, что умею, что могу. И в этот же день уже мне сказали учить первый танец. На следующий день я уже выступил с первым номером. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Более 20 студийных альбомов, концертные записи, видеоклипы, любовь и преданность поклонников. Надежда Кадышева была и остается всемирной любимицей. В День города Стрелитамак поздравили не только многочисленные гости и первые лица республики. Площадь городского дворца культуры, где проходили основные события праздника, навестили популярные звезды российского шоу-бизнеса. Неповторимые чили, обаятельные корни и зажигательные мураками покорили сердца стелитамаковцев. По самым скромным подсчетам на главной площадке в День города собралось более 10 тысяч человек. Достаточно услышать несколько первых нот, чтобы влюбиться в группу мураками. Энергетика музыкантов кипящим водопадом выливалась со сцены на зрителей, которые немедленно подхватывали ритм. Конечно, самую знаменитую песню казанцев «Нулевой километр» исполнили вместе с Вилярой Вагаповой. В интервью певица поделилась впечатлениями о нашем городе и публике. Как ни странно, именно молодая публика прямо нас полюбила. Все-таки обычно группа мураками любит возраст на такой средний, так скажем, 20-30, 5-40, вот так вот. А тут прямо девчонки, которые по 13-15 лет, автографы. И вот они нам пишут до сегодняшнего дня, там сейчас спрашивают, где можно сфотографироваться. То есть это очень приятно. Мы любим, когда у нас разная публика. Камень за камнем Обладатели четырех золотых граммофонов, трио «Корни» наверняка пополнили армию своих поклонников, едва вышли на сцену. В нынешний состав группы, помимо Алексея Кабанова и Александра Берникова, входит Дмитрий Покуличев. Молодой солист стал «Корнем» пять лет назад. Однако к новому участнику публика все еще не привыкла. Хотя, надо признаться, Дмитрий органично вписался в фабричный коллектив. В своем сете «Корни» исполнили все любимые хиты поклонников. Прозвучало и несколько новых композиций «Все» на тему любви. Популярных нынче песен о национальном патриотизме от бойс-бенда, по словам Кабанова, лучше не ждать. У нас такая романтическая, романтичная группа, да, мы там «Любовь», «Морковь», «Ромашки», «Адуанчики». Ну, примерно так. Если там что-то про патриотизм, это ближе к любые, наверное, все-таки. Еще одного гостя, бессменную солистку группы «Чили» Ирину Забияку, зрители встречали не меньшим восторгом. Ирину сравнивают со звездой мировой поп-сцены «Шер», в основном, конечно, из-за удивительного редкого голоса. По оранжевым бульварам, по уснувшим тротуарам, облаков в кочевниках искать. В этом году «Стерель-Тамак» посетили сразу три звезды. Чего ждать в следующем? Пока неизвестно, но будем надеяться, что не менее популярных артистов. Далее анонс предстоящих событий, но мы прощаемся с вами. Вступайте в группу «Стерель-Тамакского телевидения ВКонтакте» побольше позитива. До встречи! 27 сентября в «Стерель-Тамакском ГДК» уникальный музыкант Роберт Йолдашев с группой «Курайсы» представит программу «Музыка ветра». 3 октября легендарный «Чаев» в рамках юбилейного тура «Рожденные в Свердловске» исполнит лучшее на сцене «Стерель-Тамак-Арены». 11 октября с большим концертом в «Стерель-Тамакском ГДК» выступит Юлия Чичерина. Билеты уже в продаже. Живая музыка Роберта Йолдашева и группы «Курайсы» в программе «Музыка ветра». 27 сентября ГДК «Стерель-Тамак». 28 сентября ДК имени Кирова и Шимбай. 3 октября «Стерель-Тамак-Арена». «Чай» с программой «Рожденные в Свердловске». Самая народная группа страны подарит вечер праздника воспоминаний и радостей. Театр Кошек Куплачева представляет Премьеру спектакля для всей семьи. «Кэтс-Шоу». 26 сентября. ГДК. Начало в 12.00 и 16.00. Информационные партнеры программы «Русское радио» и «Авторадио Стерель-Тамак». «Русское радио» и «Авторио» и «Авторио». Русское радио» и «Авторио» и «Авторио».